Прежде чем вы продолжите смотреть этот ролик, обязательно переходите в мое ВК-сообщество, там выходит очень много эксклюзивного контента, не забывайте лайкать и комментировать. Всем приятного просмотра! Всем привет, с вами Лана Некрасова и сегодня я снимаю очень волнительный для меня ролик, потому что сегодня меня будут проверять на детекторе лжи. Команда для меня подготовила вопросы, о которых я даже не в курсе, и это будет реальный детектор лжи. Я сейчас просто покрылась холодным потом, и сегодня знакомьтесь, Сергей, мой полиграфолог, который будет проверять, говорю правду или все-таки ложь. Я думаю, можем начинать, если хотите, конечно, можем закончить принципи-ролик. Милана, ты готова? Да. Сейчас будем устанавливать датчики. Волнуешься? Да. Если я тебя попрошу встать, ты встанешь? Встану. Встань, пожалуйста. Все в порядке? Да. Как ощущения? Все супер. Все супер. Я просто очень нормальная, короче. Все, устраивайся. Все нормально? Да? Я готова? Нет, ты еще не готова, подожди. А, я не готова. Вы когда-нибудь мерили давление? Да. Это не будет больно, не будет никакого дискомфорта, просто будет стоять манжета. Вот это дыхание. А вот эти датчики мы поставим на руку, на пальцы. Вот это два датчика потения. Когда люди обманывают, они краснеют, потеют. Замечала? Да. Вот. А это датчик пульса. Это три датчика, отвечающие за потение и за пульс. Мы будем мерить еще артериальное давление и чистоту твоего дыхания. Как ты дышишь редко, часто, волнуешься, либо наоборот, затаиваешь свое дыхание. Тебе будут задаваться вопросы, ты на них отвечать, а датчики будут смотреть, как изменяется твое состояние. Когда я вру или говорю правду. Да, при ответах на вопросы. Для неправдивых вопросов одна реакция в организме, для правдивых вопросов другая сглаженная реакция. Я готова? Я тебя прошу, спокойно сидеть, хорошо? По возможности не жестикулировать. Когда беседа, пожалуйста, как хочешь. Не вставай, пожалуйста, из кресла, хорошо? Не уходи. Не уходи. Отвечай на вопросы, которые будут задаваться спокойно. Когда будем записывать полиграф, там сам тест, нужно будет отвечать да или нет. Комментировать. Когда тебе будет задан вопрос, ответь на него да или нет. У нас все готово, мы должны проверить полиграф, как он работает. Правильно ли все установлено, все ли функционирует. Работает ли программа. Для этого я задам тебе вначале простые вопросы. На них тоже нужно будет отвечать да или нет. Вопросы, которые будут касаться лично тебя. И я думаю, что они у тебя вообще не вызовут затруднения. Ты спокойно с ними справишься. Ты почувствовала, что полиграф включен? Да. Сейчас оживет манжета. Руку не больно? Нет. Первые три вопроса. Тебя зовут Милана? Да. Трудный был вопрос? Нет. У тебя день рождения 24 октября? Да. Ну и третий вопрос, он тоже будет касаться тебя. Ты состоишь в команде ЦУЕФА? Да. Милана, спасибо за ответы на вопросы. Я настроил полиграф, настроил компьютерную программу. У тебя все в порядке? Да. Самочувствие нормальное? Да, все хорошо. Волнуешься? Да. Все волнуются на полиграфе. Твое волнение будет обязательно учтено при анализе, собственно, твоих реакций. Пусть, зная об этом, волноваться – это нормально. Если бы у тебя был выбор перестать быть популярным, но сохранить заработок, согласилась ли ты? Перестать быть популярным, но сохранить заработок. Все, тебя больше никогда никто не узнает, но ты зарабатываешь так же, как сейчас. Честно, я думаю, я думаю, да. Вы заметили, что Милана очень волновалась, отвечая на этот вопрос? Она даже не сразу дала ответ, но она сказала правду. Ес! На самом деле, я очень хорошо отношусь к тому, что меня узнают на улице. Мне очень приятно, но я очень много историй рассказывала. Именно темные стороны того, что у меня появилась аудитория, там, узнают на улице и так далее. Конечно, были последствия какие-то негативные. Из-за этого есть такое впечатление о том, что если бы была возможность, я бы хотела. Я бы сразу просто на другую работу в будущем и зарабатывала бы, я думаю, так же спокойно. Милан, нравится ли тебе твоя внешность? Да. Это правдивый ответ. Но, конечно, пауза, раздумья – это сомнение. Мы все почувствовали то сомнение. Почему? Сомнение? Да. Да я думаю, на самом деле… Откуда неуверенность? Я думаю, потому что было очень много каких-то комплексов, с которыми я, конечно, до сих пор не поборолась. Но, в принципе, вполне, если так на себя смотрю, то я не считаю себя чмошницей. Я, в принципе, считаю себя довольно симпатичной. Милана, делала ли ты операцию на внешность или уколы красоты? Нет. Милана ответила правду. Ну, конечно, мне 15 лет, где я буду делать уколы красоты. В подвале. Ну, в подвале, да, потом как-нибудь, 16 лет. Милана, хочешь ли ты изменить что-то в своей внешности? Да. Это правда? Ну, тут уже не буду говорить, что именно. Это вы не узнаете никогда. Ну, раскрою одно что-то. Ну, губы, губы хочу сделать. Ну, я не хочу как-то себя кардинально менять. Вот, я говорила, что я хочу сделать губы, потом меня переубеждали очень много раз то, что да зачем мне надо? Знаете, я так подумала то, что я каждый день крашу губы и всегда выхожу за контур, потому что мне не нравится, как выглядят мои губы, когда, ну, они не накрашены. Потому что я считаю довольно маленьким. Веришь ли ты в женскую дружбу? Да. Милана, мне очень жаль, но полиграф показывает, что ты обманула. Ну, давайте так, к следующему вопросу. Разочаровалась в женской дружбе? Да нет, нет. Все, я думаю, нет, просто, блин, я думаю, ей 100% какая-то женская дружба. Не бывает такого то, что вот, в мире не существует там каких-то лучших подруг и так далее. 100% есть, просто я столько раз обжигалась, что уже такое мнение, ну, сложилось то, что, блин, ну, меня как будто не складывается вообще. Скажи, обидела ли тебя, когда Лера Симка на шоу сказала, что не считает себя близкой подругой? Нет. В компьютере просто сумасшедшая реакция, волнение, сомнение, все борется друг с другом, но полиграф показывает, что ты обманываешь. Ну, вот так вот. Чуть-чуть обидела, да? Нет, обиды никакой нет, честно. Ну, вы хорошо с Лерой общаетесь? Мы общаемся, да. Но вы не считаете друг друга прям вот лучшими подругами, то есть там, не делитесь какими-то секретами, то есть вы исключительно общаетесь только когда какие-то съемки, то есть что касается именно работы? Ну, я ее считаю как бы подругой хорошей, то есть нету такого, что мы просто какие-то знакомые, которые знают там 10 лет друг друга. По сути, мы с Лерой знаем друг друга почти 10 лет, это правда, просто мы начали дружить чуть позже, ну, нет такого ощущения, что мы лучшие подруги и так далее, но я всегда как бы считала Леру подругой, всегда. Думала ли ты об уходе из Суэфа? Нет. Милана, ну, либо тебя подвели нервы, полиграф показывает, что ты нервничала, но я вижу, что ты обманываешь. То есть возникали такие мысли иногда? Может, после каких-то ссор, знаешь, после усталости, там, когда вы друг друга уже достали, там, может, после тура такое? Честно, не помню, чтобы я прям как-то думала о том, что я хочу уйти из команды, нет, такого не было. Может, просто промелькали какие-то мысли, типа, блин, а что бы было, если бы у нас там не было команды, что бы было, если бы я там не общалась там с ребятами вообще ни с кем. Вот, ну, а прям об уходе нет, может, я просто переволновалась. Считаешь ли ты, что в Суэфа есть лишний участник? Нет. Ну, вот здесь неопределенная ситуация. Ты очень быстро ответила на этот вопрос. Ну, какие-то сомнения все-таки полиграф показывает, отражает. Ответ правдивый, но да, правда, но с долей сомнения. Какая-то очень актуальная мысль, судя по тому, что она ответила очень быстро. Она в голове. Да нет, ну, на самом деле, не думала я прям об этом как-то там, вот там кто-то из нас там лишний в команде. Просто нам очень часто это писали, там то, что то Женя лишний, то Давид лишний, то Лера лишний, еще кто-то лишний, то я там лишний. Как бы я этот вопрос очень много раз слышала, это от наших подписчиков, зрителей. Вот, поэтому я, наверное, ну, с уверенностью сказала то, что на этот ответ вопрос ответила. Так, Милана, ну, сейчас будет каверзный вопрос, самый волнительный, наверное. Нравился ли тебе когда-нибудь Женя Лизагуб или Давид Туров? Нет. Это правда? Каменное сердце. Что за тупые вопросы ты задаешь? Нужно ответить всем честно. Есть ли у тебя парень? Да. Это правда? Слышали? Есть. Не расскажешь нам кто это? Нет. Скажи, твой парень медийный? Нет. Правда? Вот так вот, ребята. Давай представим, что тебе вот уже 18 лет и скажи, согласилась ли ты на пиар-роман? Блин, если так подумать... Ну, он тебе не очень нравится, возможно, этот молодой человек. Ну, если он мне не нравится, то нет. Правда. Это правда. Просто на самом деле, вот если так подумать, я даже не знаю. То есть, получается, пиар-роман — это когда вы знакомы, но вы не нравитесь друг другу, вы просто играете в аудиторию то, что вы встречаетесь. А если, например, вы нравитесь друг другу, это получается уже не пиар-роман. Это типа вы нравитесь друг другу, у вас реально какие-то там мутки. Поэтому нет. Ты общаешься с людьми только, если у него много подписчиков? Нет. Милана не обманывала. У меня очень много друзей, которые вообще там не ведутся сети, поэтому мне как-то вообще по барабану. То есть с тобой можно познакомиться обычному смертному? А я бессмертная. Да. Я бессмертный человек. Я особенная. Скажи, поддерживал ли ты треки блогеров, даже если сам трек тебе не нравился? Нет. Это ложь. И шоу-бизнес. Ну, а что? Давай дальше. А че ты? А че? Ну, было. Но я считаю, что это чисто субъективное мнение, потому что если мне песня не понравилась, ты не знаешь, что сделано дерьмово, плохо, песня там, говно и так далее. Просто вот я такой, например, не слушаю, но из-за того, что этот человек, я с ним общаюсь, я готова как бы его поддержать. Любишь ли ты своих подписчиков? Да. Это правда. Ну так вот, ребята. А теперь еще дополнительный вопрос. Милана, любишь ли ты свою команду? Нет. Нет. Команду. Да? Да. Правда. Вот так вот. Мы уже ответили на все вопросы, которые интересовали подписчиков. Это был последний. Все, ты можешь выдыхать. Это было очень сложно. Ну, расскажи, как тебе вообще? Это ужасно. Я ненавижу это, я так троложи. Я ненавижу это ощущение, когда ты покрываешься холодным потом. У меня просто ледяные руки, чтобы вы понимали. Потому что я сижу вот так вот. Так что дальше будет. Господи, хоть про... Ничего такого не было. Ну, я старалась отвечать правду. Ну, по крайней мере, думаю, 50% правды я ответила. Пишите в комментариях, как вам ролик. Надеюсь, понравился. Я надеюсь, мы больше не будем такой формат снимать на вопросы, которые интересуют моих подписчиков. Надеюсь, я ответила на 50% вопросов, которые вас интересовали. Вы узнали обо мне чуть побольше. Поэтому пишите, как вам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.